Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры во второй очереди строящегося жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю. Срок сдачи – четвертый квартал 2013 года. Телефоны – 48333 и 48300. Партнер программы новости – магазин «Время подарков». Вы смотрите новость «Анапа-регион» в студии Ирины Меркурьева. Здравствуйте! О самых заметных событиях расскажут наши корреспонденты в ближайшие 15 минут. Итак, коротко о самом главном. Анапские фермеры, объединяйтесь! Развивать хозяйство и сбывать товар теперь станет проще. Перспективы и развитие сельского хозяйства обсуждались на совещании Ассоциации крестьянских хозяйств. Большой проект – большие возможности, что даст Анапе строительство южного потока, прогнозы и перспективы развития газовой инфраструктуры курорта. Любой может стать звездой. В Анапе появилось заведение, где можно не только послушать песни, но и исполнить их. В администрации города состоялось итоговое совещание Ассоциации крестьянских и фермерских хозяйств Анапы, на котором было принято решение создать некоммерческое объединение, которое бы помогало фермерам развивать хозяйство и, главное, сбывать продукцию. Какие еще преимущества даст некоммерческое партнерство сельхозпроизводителей, знает наш корреспондент Лариса Басова. В первую очередь некоммерческое партнерство призвано убрать лишние звенья посредников, которые делают конечную цену запредельной. Об этой проблеме не понаслышке знает известный в Анапе садовод Владимир Бедарев. У меня вот объем производства вырос, ну, на порядке. А тем не менее, в здравнице я сегодня поставляю в три раза меньше, чем, допустим, в пятницу. Казалось бы, мы должны наши продукции востребовать, но ее с руками должны отхватывать, забирать. И, в принципе, тут не такой огромный объем у нас производства. Тем не менее, вот остается партнерство. То есть, там огромная армия посредников. Их надо исключить. Ассоциация фермеров в Анапе, которой призваны решить вопросы сельхозпредприятий, уже существует. Но в нее имеют право вступать только юридические лица. А физически остаются один на один со своими проблемами. Некоммерческое объединение эту проблему снимает. Преимущества такой организации налицо. Надо думать о том, что сейчас Владимир Александрович Бедарев говорил. Не хотят ни сети торговые, ни здравнице работать с конкретным Гавановым, Петровым, Сидоровым. Потому что мы вспоминаем продукцию, когда у нас помидоры в августе с недели появились. И мы рвем, кричим, куда их девать. А в октябре, ноябре уже турецкие. А круглосуточно и круглосуточно здравнице мерить. Давайте нам постоянно, давайте такими партиями распасовывать, когда там от килограмма и ниже, и так далее, и так далее. То есть что-то нужно делать. Только кооператив. Если раньше, вы помните, у нас был уклон больше на госпредприятия, на крупное ценерное общество, то мы сейчас в последнее время властные структуры и края, и на местах обращаем внимание, оказываем содействие, максимально поддерживаемого малого хозяйства. Конкретные цифры привел начальник управления сельского хозяйства Александр Колесников. В прошлом году на долю крестьянско-фермерских хозяйств приходилось 5% произведенного в муниципальном образовании мяса, 20% молока, 15% плода овощной продукции. Если мы 3 года назад получали около миллиона субсидий в год на поддержку малых фондов, то в этом году, вот цифра, да, разница, мы выдали, ввиду 12-й год, мы выдали 16 миллионов денег, 16 миллионов рублей. Мы толкаем, мы предлагаем, вы хотите, санаторий заинтересован, вроде бы все замечательно, и где-то что-то заканчивается. Поэтому некоммерческая организация вам нужна, однозначно. Мы окажем всесторонную поддержку со своей стороны, тем более мысли, понятия и проработки у нас в этом направлении есть. Созданная некоммерческая партнерская организация будет также помогать и юридическим, и физическим лицам в оформлении отчетной документации, консультации по различным вопросам, например, применение яда химикатов и удобрений, приобретение посадочного материала в учебе и повышение квалификации. О необходимости работать сообща, скоординированно говорили многие предприниматели. В настоящее время о вступлении в некоммерческую партнерскую организацию сельхозпроизводители подали заявление уже 14 фермерских хозяйств. Лариса Басова, Андрей Сарадубцев, Анапа-Регион. Чуть меньше трех месяцев прошло с момента торжественной сварки первого стыка газопровода «Южный поток» недалеко от села Гокодзор. Газ в Европу по нему придет уже в 2015 году. Кроме того, «Южный поток» даст Кубани 5 миллиардов кубометров газа в год для юго-западных районов края. Анапа-Новороссийск-Тамань получит мощный импульс развития экономики, рабочие места и налоги. А главное, газ в Анапе придет в самые отдаленные поселки. На месте глобальной стройки побывал наш корреспондент Вадим Родин. В начале февраля на месте будущей компрессорной станции «Русская» начались масштабные работы, которые предполагают частичное изменение рельефа местности. Более десяти экскаваторов с раннего утра до поздней ночи выравнивают площадку, которая в дальнейшем будет залита мощным слоем бетона, дабы уменьшить шум и вибрацию от работы оборудования. На компрессорной станции «Русская» будет установлено 14 газоперекачивающих агрегатов «Ладога-32». Первые семь агрегатов планируется доставить в Анапу в 2013 году, следующие семь – в 2015. Станция «Русская», которая станет головной компрессорной станцией морского участка газопровода «Южный поток», будет самой мощной в мире. Проектируемая мощность станции – 448 мегаватт. И для обслуживания всего этого оборудования потребуется не одна сотня работников. Новые рабочие места и налоги получит курорт. Определены перечень профессий, которые будут необходимы в дальнейшем при эксплуатации газокомпрессорной станции. А это именно, я даже могу сказать, может кто-то и это услышит, и будет интересно, чтобы люди начали заранее готовить себе специальности, где можно потом работать и долго создавать трудовые династии. Это машинист технологических компрессоров, слесарь по ремонту технологических установок, линейный трубопроводчик, электрик-слесарь и слесарь КИП. Это те специальности, которые в будущем будут необходимы. На сегодняшний день на первом этапе необходимы большегрузные автомобили для вывоза и подвоза грунта, а в дальнейшем бетонщики, квалифицированные, классные бетонщики. И здесь будет зеленая дорога для всех. Десятки грузовиков ежедневно вывозят сотни тонн грунта. Каждый из них весит около 40-50 тонн. Нагрузка ложится на слабенькую, не рассчитанную на такой вес сельскую дорогу, которая не так давно была отремонтирована. Теперь она больше похожа на карьерную второстепенную, а не на главную сельскую. Соответствующее письмо по этому поводу уже отправлено руководству подрядной организации. Руководству выставлены требования по строительству объездной дороги вокруг Айкадзора, протяженность ее около 9 километров, для освобождения села от большого потока грузового транспорта. А строительство этой дороги позволит в дальнейшем эксплуатировать ее даже по окончании строительства местным жителям. А по окончании всех ремонтных строительных работ самой газокомпрессорной станции должны провести капитальные ремонты улицы Шаумяна. Это и ливневка, это и полотно, и тротуары тоже. Треть жителей села Гайкадзора, а также соседи из Варваровки и Суко, сегодня свои дома отапливают дровами и углем. Южный поток даст не только недостающие резервы, но и улучшит качество поставляемого газа в Анапо. Сейчас Анапо – тупиковый город в газораспределительной сети Кубани. К нам на курорт доходит газ низкого качества. С вводом в работу станции «Русская» наш курорт и соседние муниципалитеты смогут получать газ самого высокого качества. Кроме того, дополнительные мощности поставок газа дадут возможность провести газ в свои дома жителям Кубани. В первую очередь голубое топливо придет в горные села Анапы – Варваровку и Суко. Для этих курортных сел наконец-то зажжется голубой свет в конце тоннеля. Вадим Родин, Алексей Мухортов, Анапо-регион. На сходах и личных приемах граждан большинство вопросов касается развития инфраструктуры сел, особенно газификации и ремонта дорог. Если первая проблема требует больших финансовых вложений и долгосрочного развития, то решение второе не стоит откладывать в долгий ящик, считают власти Анапы. Чтобы сельские дороги не превратились в болото этой весной, сейчас идет отсыпка дорог щебнем. Вскоре, как только заработают асфальтовые заводы, начнется на курорте и ремонт асфальтового покрытия дорог. Главы сельских округов контролируют выполнение работ, чтобы они проводились в полном объеме и по установленному графику. В Приморском сельском округе работы уже заканчиваются. На Приморский сельский округ у нас было выделено 1100 кубов. На данный момент отсыпаются у нас улицы, более 50 улиц уже отсыпано. У нас в Приморском округе 10 поселков. Отсыпаем Нижнюю Гастагайку, Пятихатки, Цибонобалку, Воскресенск. Ну, все понемножку. Вот видите, мы основном отсыпаем такие объекты, где, например, не могут подъехать машины, не могут люди пройти. Отсыпаем те улицы, где не могут пройти скорая помощь, пожарные машины. На хуторе Красный Курган только центральная дорога с асфальтовым покрытием, а примыкающие – гравийные или щебеночные. Но жители и таким дорогам рады, лишь бы было чисто и сухо. Есть районы, где проселочные дороги в период дождей превращаются в непролазную грязь. И эту проблему надо решать путем обновления покрытия. Сейчас производится отсыпка щебнем подъездных путей к Хуторским окраинам. Несколько машин разгрузили в центре. Здесь отсыпят подъездные пути к социальным объектам, остановке, магазинам и клубам. Все дороги Приморского сельского округа постепенно приведут в порядок. Хорошо подъезд будет, хороший к магазину. Машину не так убивать будем. Лучше будет. Раз начали уже, значит сделаю. Спасибо, кто там у нас командует этим парадом. В Анапе открылся первый настоящий караоке-клуб «Раймонд». Расположился он в торгово-развлекательном центре Красной площадь и уже стал популярным местом отдыха анапчан и гостей курорта. Наш корреспондент Алина Гумерова побывала в центре притяжения любителей музыки и качественного отдыха. Такого в Анапе еще не было. Караоке-клуб «Раймонд» – это стильный интерьер, европейская, японская, кавказская кухня, широкий выбор коктейлей и напитков, внимательный персонал, веселая атмосфера и самое главное – качественный профессиональный звук. «Раймонд» предлагает анапчанам и гостям курорта весело и незабываемо провести вечер в кругу семьи, друзей или коллег. За столиком или микрофоном выбирать вам. Но посетив это заведение однажды, вы непременно сюда вернетесь. Мы работаем каждый день, у нас график до последнего клиента, вход открывается в восемь вечера и до утра. Гуляй, душа, пой. Это профессиональные караоке с профессиональным звуком, с профессиональной подпевкой, бэк-вокал, что является в Анапе новшеством. Атмосфера здесь всегда на самой высокой ноте. Зрелищные шоу-программы с ведущим не дадут заскучать, а высококачественный концертный звук с профессиональным бэк-вокалом сделают даже из редкого дилетанта настоящую звезду. В день открытия клуба веселые настроения создавали специально приглашенные гости – Леня Махно и Виталий Пашенко. В торжественной обстановке директор клуба Евгений Нежданов перерезал символичную красную ленту. Давай, да подожди, разрезай его. Давай. Раймонд – уникальное место для тех, кто ценит качественный и незабываемый отдых. Ведь залог отличного настроения – хорошая песня в дружной компании. Караоке-клуб «Раймонд» ждет вас ежедневно с 8 вечера до утра. А это значит, что в любой день вы сможете сбросить груз, накопившийся за день проблем, и расслабиться в атмосфере веселья и хорошего настроения. У вас суперзаведение здесь в Анапе открылось, что приходите каждый вечер и пойте не только те песни, которые вы знаете, а полный спектр всех песен по всему миру только здесь и только у нас. Приходите. Астраханская 99, торгово-развлекательный центр «Красная площадь». Мы вас ждем. Алина Гумерова, Александр Кореневский, Анапа. Регион. А далее прогноз погоды на завтрашний день и блок полезной информации от партнеров программы производственного предприятия «Меркурий-2» и магазина «Время подарков». Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. А я с вами прощаюсь до завтра. Удачи и до свидания. Последний день февраля в Анапе будет солнечным и относительно теплым. Температура воздуха в дневные часы плюс 6-8, ночью около 2 градусов по Цельсию. Ветер северный 7-9 метров в секунду. Атмосферное давление 757 миллиметров ртутного столба. Температура морской воды у берегов Анапы 4 градуса выше нуля. Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры во второй очереди строящегося жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю. Срок сдачи 4 квартал 2013 года. Телефоны 48-333 и 48-300. Подарки должны радовать и оставаться на память. Дарить чувства прекрасного и украшать нашу жизнь. Отражать внутренний мир и подчеркивать стиль. Времена меняются. Подарки остаются. Пятьдесят. Субтитры создавал DimaTorzok